друзья всем огромный привет вы на канале делай сам и с вами снова алексей сегодня поговорим с вами о таком электроинструменте без которого не может обойтись ни одна мастерска а тем более же старая мастерская так что вам всем приятного просмотра досмотрите роли до конца и напишите ваше мнение я покажу что я приобрел себе сравню немножко с другим аппаратом покажу почему я именно выбрал этот аппарат так что досмотрите роль до конца поехали на край приехала вот такая вот коробочка общим весом 38 килограмм тут сразу нападается инструкция сверху пенопласт упакован как вы понимаете это у меня рейсмус вы станут жить 221 39 сразу встречаем это у нас мешочек опилка сборник рукоять на перенечать нас расположена шкала высот высоту реющего вала над столом здесь на сам рабочий столик максимальная ширина заготовки нас 330 миллиметров максимальная высота на 152 миллиметра здесь мы с вами видим датчик глубины резания показывать губную резание от 0 до 3 и 17 миллиметров когда заготовку с прикасается индикатором то есть вот так он коза сон заготовочку она показывает глубину реза с этой стороны у нас находится рычаг блокировки реющего вала все то есть мы выставили глубину зафиксировали его не будет подниматься при резании это очень важно я потом это продемонстрирую покажу как происходит на другом оборудовании так сейчас мы с вами поставим ручку сюда опускается и фиксируется вал будет зафиксирована туда он с места не сойдет сверху размещается рукоять подъема реющего то есть поднимает опускает сам режущего с обратной стороны задней стороны мы видим как выходит нас кабель кабель у нас длиной метра три здесь мы видим подключение к аспирации у нас стоит турбинка то есть вращается вал и турбинка крутится за что этого выхода выкидываются опилки подключают стандартным соединением в комплекте мешочек для опилок такой довольно таки объемный также имеется молния для чтобы опустошать так смотрите подачи по заготовке нас происходит при помощи двух прорезиненных валов которые соединить между собой металлической цепью скорость подачи заготовки при помощи валов происходит 6 и 7 метров минуту здесь мы увидим с вами такие вот когти который предотвращает заготовку выкинуть обратно с носом балуна стареющий малу получаясь три режущих ножа обычных не херико у нас но есть модель херико валом но я почему-то стал вот взял именно такой потому что мне будет проще с ним работать вот на сами режущие ножи раз два три частота вращения режущего волна с 9000 оборотов в минуту скорость подачи заготовки 6 и 7 метров в минуту мощность двигателя здесь 18 киловатта здесь не показал у нас идет ограничитель глубины заготовки то есть мы можем выставить определенную глубину заготовки но чтобы на заготовка была определенной толщины и выставлять то есть от 38 1 до 3 2 миллиметров каким образом это работает вот таким вот способом это происходит то есть мы переключаем и наш вал упирается и у нас можно параллельно по постоянной заготовки до одной и той же величины мы можем с вами прогонять то есть один раз выставили потом начинаем начинаем и доходим до определенного уровня и все уже не нужно будет ловить постоянно каждую высоту сейчас мы с вами попробуем поработаем и покажу протестим с другим аппаратом почему именно этот станок почему я акцентировал именно на вот этот зажим на этот блокиратор и попробуем прав я был или нет так друзья есть но такой таблетчик ясеня эта ступень была сухая полностью сейчас мы откалибруем на этом станке посмотрим как поведет и потом протестируем уже его на другом то есть смотрите мой расход подсовываем и сразу видим здесь какая нас сколько на сколько будет срезаться то есть мы можем увеличить либо уменьшить так друзья дощечку откалибровал как видите все ровненько без каких-либо стыков и сейчас хочу прям почти максимально заглубить пустим его вот так вот 16 фиксируем ручку и включая так смотрим на перепады все четко нигде никакого пробела нету никакой ступеньки это я к чему что это все таки вот наш рычаг помогает чтобы фиксировать и голова наш не подпрыгивал сейчас попадем на этой же дощечки попробуем на другом станке так и вот у нас аппарат он принципе точно такой же у него только но чуть послабже мотор 1600 там 1800 у нас в принципе все то же самое то есть смотрите что получается пенька я видно визуально то есть вот этот выступ не всегда устраивал но там прилично то есть его пальцы вот прям чувствую не знаю на картинку наверно так не видно на самом деле вот он хороший выступ такой потому что нож немножко подпрыгивает и может быть столик кривоватый не знаю ну в общем вот такая вот картина теперь попробуем сами отрисмасовать два кусочка дуба 2433 2438 40 начало 24 вот так 40 2442 ну то есть нас один где-то одна десяточка у нас в общем в принципе результат довольно неплохой результат как видите шикарный друзья вот такой с вами получился небольшой обзорчик я никого не ни к чему не агитирую я просто показал что есть у меня что было что я приобрел чем почему разница почему именно я хотел такой стеснок поменять но все на глазах то есть я другой снова даже не говорю какой-то фирмы был они практически одинаковые но тем не менее есть свои моменты и свои нюансы надеюсь вам ролик был интересен и полезен что вам всем хорошего настроения мира и добра крепкого крепкого здоровья но сами сегодня не прощаюсь скоро увидимся